Вот, собственно, на этом я свою короткую презентацию заканчиваю. Передаю слово. У нас есть еще… Владимир, добавить, насколько я понимаю, у вас, собственно, фактически… Немного добавлю, да, потому что мы в таких делах, в общем-то, помогали начать вообще разговор об этой проблеме еще в прошлом году, в прошлой весной начали этим заниматься вместе с Greenpeace и, собственно, вот проектом «Воздух». И мы тогда столкнулись с тем, что эти данные все чрезвычайно труднодоступны и действительно очень их сложно было найти и вообще как-то с ними работать, потому что качество воздуха – это такая проблема, которая вроде бы касается каждого, но при этом отслеживают ее очень разные институты и, как было отмечено, семи нянек и дитя без глазу. Наша задача была в том, чтобы хоть как-то показать, что для широкой невовлеченной аудитории ни активистов, ни тех, кто уже понимает эту проблему, а условного жителя города с плохой экологической ситуацией, показать ему, что вообще можно сделать, как рассказать об этом. Я могу как-то вывести страницу интернета просто? Сейчас. Секунду. Воздух. Такие дела. Да, что. И мы сделали лендинг отдельный в рамках своего сайта, где постарались как-то максимально простым языком изложить вообще эту проблему, в том числе интегрировав туда существовавшую на тот момент карту Greenpeace ближе к концу уже проекта. И рассказать о том, как в принципе загрязняется воздух, чем это грозит человеку, что можно сделать, если эту информацию вы находите. Ну тут, да, такое как бы дизайнерское решение с текстом и небольшими инфографическими ставками. Нам очень сильно помог тогда Greenpeace в плане сбора информации, потому что сами по себе мы столкнулись с тем, что получить ее сложно. И потом, благодаря активному вовлечению подписчиков нашей рассылки, подписчиков Greenpeace, количество просмотров этого материала было очень большим. Счет шел около 40 тысяч, по-моему, для нашего сайта. Это нормальная цифра. И, как я понимаю, были найдены люди, готовые собрать информацию о качестве воздуха, о содержании оксида азота в воздухе. И эти трубочки потом были направлены на экспертизу. Что было интересно в процессе работы с этой темой, это то, насколько действительно все официальные органы не готовы были об этом говорить. Они, как правило, отвечали отписками на запросы о том, как ведется этот сбор данных и что с ним происходит. И буквально один чиновник из Московского… Нет, по-моему, из как раз Росприроднадзора, извиняюсь, ответил нам «да, хоть что-то». А в большинстве случаев мы не получали ничего. А откуда вы взялись? Это были волонтеры Greenpeace, которые ответили на призыв, который мы разместили в конце этого лангрида. С тем, что вы можете совершить переход прямого действия и, познакомившись с этой информацией, посмотрев о том, почему вообще качество воздуха значимо, можно сделать что-то минимальное своими усилиями и собрать эту информацию, помочь в этом. Потому что диоксид азота и оксид азота – это такие наиболее, наверное, показательные величины, которые можно было тогда собрать. Сейчас мы поговорим об этом более подробно на панели. А у нас есть еще один проект про качество воздуха. Денис, представите его, гриф Москроу. Здравствуйте, меня зовут Денис Квандин. Но с самоопределением некоторая сложность, поэтому придется мне, чтобы вас полностью не запутать, все-таки рассказать с самого начала, что это такое. Есть такая очень известная программа, началась вроде в Америке, Code for America, с идеей которой, чтобы создавать какие-то программные продукты для решения каких-то задач или для помощи жизни в стране, в каком-то городе. Так вот, в рамках проекта «Создавай, улучшай город Штутгарт», Code for Stuttgart, в 2015 году, я могу с датами ошибаться, собрались журналисты, медийщики, программисты, представители научного сообщества и решили решить какую-то программу, проблему в городе при помощи цифровых технологий. И вот думали-думали, решили создать сеть в городе для измерения запыленности воздуха. Причем это пыль не та, которую мы пылесосом убираем и видим глазом, а это пыль размера микрометра, которая, минуя нашу защитную систему организма, впадает в легкие и там моментально в кровь всасывается. Проблема в том, что вот эта пыль, которая может быть совершенно различна по составу, она влияет на продолжительность жизни. Это исследования Всемирной организации здравоохранения. Вообще этих исследований очень много. Берите гули, и вы получите целый список. Так что это вредно. Источником могут быть производства, так даже двигающиеся машины, автотранспорт, например, машины с шипами, границ, пыль, природные явления и так далее. И проблема в том, что они могут быть в том числе и локальными, глобальными. Воспинтхон у нас один, по всему миру границ, паспартов, вис ненужные, чтобы перемешаться с одной стороны в другую. И поэтому, понимая это, немцы, изначально создатели этого проекта, открыли его для вступления в других стран. И он фактически стал международным. С 2015 года он развивается. Тут очень важно заметить, что вот эта вот инициатива, создавая программные продукты для какой-то из стран, она всегда базируется на идеологии свободного программного обеспечения, свободных данных. Что это такое? Это значит, что все созданное в рамках вот этого проекта, оно доступно под свободные лицензии. В данном случае это GPL версия третья, которую можно просто взять, скопировать и развивать под свои программы, так как вы хотите. Вам никто от слова не скажет, пока вы исполняете требования лицензии. Что в принципе сделали, кстати, в России. Проект Челябинск Дыши. Они развивают, они сделали ответвление, то есть полностью скопировали и развивают это под своим брендом в России. Это лицензия на что, простите? Лицензия на программное обеспечение, микроконтроллеры, для карт, там есть много компонентов всего. В общем, у немцев все абсолютно под свободным кодом, хотите копируйте это. Но я бы не рекомендовал так делать, потому что это делает конкуренцию в свободных проектах, что не всегда хорошо. Вот, дальше я подхожу. Вот есть международный проект. В Москве у нас очень, я живу в академическом районе, у нас там 12 независимых депутатов на свои головы выбрали. И по уставу нашего округа у депутатов есть право заниматься мониторингом, эко-мониторингом. И вот наши депутаты, среди которых мой друг и муниципальный депутат Василий Хороширлов, который является также физиком, инженером физиком, кажется так, который разбирается в этой проблеме с воздухом, говорит, а давайте что-нибудь тоже замутим, что-нибудь такое. И долго думали, что, как, познакомились с этими ребятами из Челябинска, которые говорят, вот у нас есть устройство, бери, налетай, покупай, ставь, начали вроде с них. А я говорю, ребят, а вот есть вообще полностью свободные, можем их из деталей собирать, и это будет намного, можем намного больше поставить, будет очень хорошо. Поэтому в то время появился проект Бриз Москва. Его, кажется, создавали. Вот, Василий, тебя вспоминали легок на помине, сейчас я тебе передам микрофон. Его начал развивать другой депутат Дмитрий Петров, он Екиманки, да, муниципальный депутат Екиманки, вот его ресурс, он там, в принципе, пишет о проблеме воздуха, о различных проблемах, это как информационные и так далее. Ресурс, в рамках этого же проекта мы устраиваем метапы, где можно прийти, собрать свое устройство под нашим надзором и даем инструкции, как все это сделать. Понятно, да? То есть я не совсем участник этого Бриз Москва, я больше… Как технологически просто происходит, как бы вы размещаете призыв в социальных сетях, проводится какое-то мероприятие, на которое все приходят со своими частями, собираются спросить. Да, вот я вам сейчас даже покажу, как это все выглядит. Да, может Василий. Все началось с чатика, где все, кому это было интересно, очень много активистов районных экологических, стали общаться, искать какое-то решение, что мы можем сделать. У всех много претензий к официальной системе, которая показывает данные. Ну, иногда не очень точно, иногда не показывает. Однажды ее отключили на полгода. И это послужило катализатором. И эти люди говорят, ну, надо что-то делать, что мы можем. Стали искать дорогие устройства. Но дорогое устройство, конечно, можно скинуться, но оно будет одно и где-то у кого-то в одном месте. В итоге мы выбрали такую концепцию, когда много дешевых устройств. Да, даже презентация. Я буду рассказывать, а я буду показывать. Вот, например, это московская, да? Пример, что мы таким устройством берем. Это корпус, это электропроводка. Вот официальный сайт. Данные с него иногда пропадают. Потом они представлены в очень интересном формате. В отношении к максимально разовому ПДК. То есть всегда все хорошо. Это официальный сайт МОСЭКО-мониторинга, собственно, у которого 180... У которого 50 станций, из них 16... Мы создали историю любви в надежде на лучшее будущее, лучшую жизнь для молодых людей. Россия остается центром мировой эпидемии ВИЧ. А это значит, более 2 миллионов взрослых и детей с ВИЧ сталкиваются с дискриминацией и отверженностью каждый день. 74% людей знают, что ВИЧ не передается в быту. Но 64% все равно боятся. Знания бессильны в реальных ситуациях, когда эмоции и иррациональны, берет ВИЧ. Это называется стигмой. Как помочь молодым людям преодолеть разрыв между их знаниями о ВИЧ и их страхах? Всем привет. Меня зовут Катя. Это Утя-утка. История Кати создана на основе более чем 50 настоящих историй взрослых и детей, живущих с ВИЧ. Это история, в которой все сложно. Первое прикосновение, первое свидание, первые поцелуи. Все сложно – интерактивный фильм, в котором ты выбираешь, смогут ли влюбленные быть вместе. От твоих знаний и уверенности в них зависит счастье другого человека. Буквально, твой выбор влияет на уровень счастья Кати. Свои знания можно проверить и уточнить тут же в проекте. Релиз проекта состоялся в феврале 2018 года, одновременно на сайте и в приложении популярной социальной сети ВКонтакте. За два месяца проект посмотрело более 300 тысяч человек через сайт и приложение ВКонтакте. Среднее время пребывания в проекте – 19 минут. Более 100 упоминаний проектов СМИ, где говорится о жизни с ВИЧ, а главное – о проблеме дискриминации. Но самое главное – это комментарии, которые мы получили от пользователей. Да ты серьезный. Ну, я вас все задам. Тогда у вас теперь серьезный разговор. Ваша версия фильма доступна на сайте портала «Такие дела». Одно устройство можно прописать на разных сайтах в этих приложениях, и оно везде будет отдавать те данные в этой точке. Я особо хочу отметить, что это не технический проект, это социальный проект. Вот я на этом слайде попытался кратко сказать все цели, которые у нас обрисовались. Да, это не конечный список целей, потому что вот оказывается, что эта история, будучи одновременно технической, она глубоко социальна. Потому что люди знакомятся, люди интересуются. Те, кто ничего про это не знал, узнают. А встречаются с теми, кто знал, спрашивают, задают вопросы. Это тусовка, это образование. И эти люди потом в соответствии уже с этими знаниями могут на проблему как-то реагировать. Выйти на митинг – это тоже отреагировать. Куда-то скинуть денег в Greenpeace – это тоже отреагировать. Собрать устройство и повесить у себя за окном. И дать всем данные о том, что у тебя за окном – это тоже такая вот реакция на проблему. Ваш проект требует какого-то финансирования? То есть или это все, как бы я прихожу на мероприятие, за свои деньги все это покупаю, сам ставлю и так далее? Можно собрать дома по инструкции. Дома по инструкции так и делают. Например, в Европе, у нас просто в России другой стандарт. Это труба диаметром 75 миллиметров. Вот они… Намного проще это все происходит. Вот покупаете датчик в Китае, засовываете, там еще микроконтроллер, сюда все засовываете, в эту трубу. Закрываете, это корпус. Так вот вы закрываете. Вот, все, собрали устройство. Дальше подводите питание, от мобильных 5 вольт. Соединяйтесь с Wi-Fi и все. Вот оно уже регистрируется, все собрано. Очень просто. Сейчас, например, в Москве 30 устройств. Сколько лет к ректору? Проект стартовал 7 декабря прошлого года. То есть за чуть меньше, чем за полгода 30 уже точек появилось? Ну, свое устройство мы стали собирать в конце января, наверное. В декабре мы установили устройство, которое собрали для нас челябинские ребята. У них уже был некоторый опыт. Вы как-то сравниваете данные, которые поступают на устройство, с данными, которые официальные МОСЭКО-мониторинга? Естественно, единственный путь, которым мы можем как-то поверить нашу систему, это, конечно, если мы упремся в какие-то официальные аттестации, это мы станем работать на вот это, а не на результат. Мы все-таки ориентированы на результат здесь и сейчас, поэтому все, что мы можем, это сравнивать устройства друг с другом. Например, если дует сильный ветер, все размешивается, все одинаково по всему. На городе устройства показывают одинаково. Но просто те данные, которые вы получаете, вы смотрите с официальной. Можно прийти с коробочкой, кстати, около официальной станции, что я, собственно, делал. Постоять там час. И как? Все нормально. Данные совпадают? Как правило, они совпадают. Если что-то очень плохое, то официальная станция может просто выключиться в этот момент. Ну, не отображаться на сайте, по крайней мере. Такое бывает, да? Я добавлю про… могу ошибаться. То ли датский, то ли… Какая точно страна, не помню. Но это же проект международный. Они делали сравнение. То есть брали выборку за год. Датчики, которые постоянно работают. Нет у них каких-то всплесков и так далее. То есть анализировали эту информацию. Сравнили с официальными станциями мониторинга. И пришли к выводу, что корреляция, связанность этих данных, довольно высокая. Что позволяло им сделать вывод, что вот эти сенсоры, которые используются в проекте, основные сенсоры, там их несколько, они достаточно надежные. То есть надежных их не хуже, чем вот эти официальные датчики, которые калибруются, проверяются, ухаживаются и так далее. Так что сейчас поговорим об этом подробнее. Давайте еще один проект представим, не связанный с воздухом, но связанный с не менее важной проблемой дорожного транспорта и происшествий. Сергей, расскажите о своем. Всем привет. Нам сильно повезло по сравнению с другими проектами, потому что у нас были данные. Они были очень качественные и открытые, и доступные. И поэтому у нас стояла скорее задача сделать их более удобными для пользователей. Так появилась идея эти данные донести до журналистов, активистов, которые не умеют программировать. Но эти данные есть, но они вытащить их не могут. Во-вторых, была очень большая проблема. То есть в России погибает почти 19 тысяч человек в год. Если мы пересчитаем это на количество людей, на 100 тысяч, то это примерно в раз 5 больше, чем в западных странах в среднем. То есть цифра очень большая. И 20 тысяч человек, грубо говоря, не возвращаются домой каждый год. Сейчас цифра по чуть-чуть снижается, но все-таки она сохраняется. И поэтому нам стало интересно, как нам вовлечь вообще в эту проблему ДТП других людей. Они не умеют программировать и так далее. Поэтому мы решили эти данные выкачивать и сделали сервис, который бы наносил их на карту. То есть государство их раскрывает просто в виде списка. Невозможно понять, например, где они группируются, на каких перекрестках, на каких местах. И поэтому мы их вынесли и нанесли на карту. То есть мы сделали различные фильтры, что, например, можно отфильтровать только по пешеходам или можно только по датам посмотреть. Можно посмотреть, какие нарушения по ДД там были. То есть, грубо говоря, где с пьяными водителями посмотреть аварии и так далее. То есть мы сделали такой интерфейс, который на данных, которые уже существуют, просто сделал их проще. И на самом деле это получилось. Вот так выглядит карточка каждого ДТП. То есть мы подтягиваем эти все данные. То есть сделали здесь небольшую инфографику, чтобы было сразу понятно, насколько оно массовое и серьезное было. Здесь схема есть, которую мы вытаскиваем с сайта. Как бы карту и панораму мы уже добавляли сами, то есть с помощью Яндекса. И, по сути, здесь есть информация по тому, какое было нарушение, какая обстановка была. Грубо говоря, это Ford Transit 2013 года. В нем было 4 человека. Они, кстати, не нарушили правила. Вот из них один погиб, женщина погибла. И есть стаж, водитель. И вот эта вся информация есть и позволяет анализировать реальные причины, почему происходят эти аварии, собственно. На наш взгляд, это получилось. То есть когда мы сделали проект, мы первым делом хотели посмотреть, каким аудиториям это будет интересно. И лучше всего, конечно, зашло во всяких чатиках урбанистов. То есть они стали это анализировать, много писать. Группроекты на основе по нашему карте делают исследования. В регионах начали писать. И на самом деле закрутилось, я чуть позже покажу цифры. Еще одно связанное с этими же данными по ДТП. Мы решили как бы медийно сделать. Может быть, вы в Твиттере видели. Это бот, который постит, заходит каждый день скрипт, который заходит каждый день на сайт ГИБДД. Вытаскивает оттуда цифру, сколько погибло. Добавляет случайную картинку, добавляет дату и так далее. И постит в Твиттер, в ленту просто. То есть мы вообще не участвуем сейчас в генерировании этого контента. Это все автоматически происходит. Но он оказался очень крутым, медийным. То есть его часто ретвитит Варламов и так далее. И по просмотрам где-то в месяц, то есть у нас от 200 до 500 тысяч раз этот Твиттер просматривает. То есть он очень классно зашел. Несмотря на то, что там вообще мы его не поддерживаем, он сам работает. Если говорить про сайт, то суммарно вот с начала запуска почти год прошел. 50 тысяч человек заходило на него. Мы считаем, что это хороший результат для такой узкой довольно темы, которой мало интересуется. То есть медиа любят писать про то, что там сегодня кто-то разбился. Но как бы аналитикой, заниматься копанием этих данных мало кто любит. И мы считаем, что это хорошая цифра по просмотрам. И как мы во-вторых? Во-вторых, мы открыли весь исходный код проекта. То есть зачем мы это сделали? Потому что нам не хватало ресурсов для разработки. И мы хотели привлечь разработчиков. Мы подумали, давайте напишем пост на Хаббар про наш проект. И он очень круто зашел. Почти 50 тысяч человек его просмотрело на Хаббаре. И к нам пришло где-то там 30 разработчиков человек. То есть не все активно участвуют, но они неплохо прокачали сайт. Просто волонтеры, которые решили помочь проекту. Поанализировали данные, накидали каких-то идей. У нас есть чатик. Где-то у нас 150 человек в Телеграме. Где активисты из разных регионов, разработчики. Мы все обсуждаем разную ситуацию с ДТП. И мы стараемся, не знаю, находить какие-то интересные вещи. О том, например, что некоторые ДТП выкладываются, а потом из базы пропадают. Например, мы это мониторим. Мы мониторим… Таких много случаев? Не так много, по-моему, штук 20. Но они, например… Есть же сейчас программы о безопасной и качественной дороге. И у них, у чиновников есть нормативы, что в конкретном участке должна упасть аварийность. И вот эти ДТП как раз пропадают. То есть, чтобы у них показатели сошлись. Как МОСЭКО-мониторинг выключает станции при превышении ПДК. Вот. То есть, такие случаи. Что еще выявляли? Там очень много интересной информации, не связанной с ДТП. Например, как по регионам, кто пользуется полисами обязательного страхования. То есть, при ДТП фиксируется нарушение, что нет полиса. А сколько человек участвует в проекте? Разрабатывает его… Это два человека с точки зрения IT постоянно. Ну, в основном сидят. Вот. Но вообще, как бы до 150 человек. Ну, ключевые, не знаю. Человек 5-7 участвуют. А люди, которые пришли из Хабра, они посоветовали что-нибудь умное и ушли? Или как это происходит? Нет. Почему? Некоторые поделали какие-то шкаки. Они остаются в чате, они помогают, кидают идеи. То есть, у них тоже не так много ресурсов. Вот. У нас мы краудфандингом собирали. Упомяну тоже. То есть, мы собирали краудфандинг не просто открыли кошелек, поддержите наш проект. А мы как бы открыли его, что вот есть ваш регион. Если вы хотите увидеть ваш регион, ваш город на карте ДТП, скидывайте нам 5 тысяч на свой регион, и мы вам ваш регион откроем. Несмотря на то, что эти данные открыты, понятно, мы могли их сразу открыть, но нам нужно было собирать на развитие проекта средства. И так получилось. То есть, грубо говоря, когда мы открыли просто Яндекс кошелек, типа там, просто помогите, нам там скинули 500 рублей. Когда мы сказали, окей, помогите, но мы откроем вам ваш регион, то мы собрали 150 тысяч рублей. Вот. И это зашло как бы, и вот мы сейчас их как раз тратим на техническую доработку всего этого. Сколько регионов уже открылось, появилось новых? Где-то около 30, по-моему. То есть, меньше половины, не так много. Но все миллионники уже туда вошли. То есть, в основном, как бы регионы, где больше людей, и где больше активность, там вообще связано с активизмом. Там практически все регионы уже есть. Вот. И нам было важно, опять же, наша задача какая была, чтобы людей вовлечь в это. И вот как раз мы мониторим именно, как, например, журналисты используют карту. Там, например, не знаю, издание 7 на 7 проанализировало все свои улицы там в Сыктывкаре. А, в Кирове это было. В Кирове там по разным статистикам. Это во Владимире журналисты там искали различные сгустки ДТП. То есть, мы считаем, что это как раз классно. Во Владимире, кстати, недавно даже какое-то исследование нам скинули, дипломную работу архитектор какой-то сделал, как раз на основе анализа ДТП нашей карты, как там перестраивать на эти перекрестки. Мы считаем, что это круто, потому что эти данными реально никто не пользовался. И сейчас благодаря карте они вот какую-то новую жизнь получили. И вот какую-то на пользу приносят. Даже я, хотя там условно как-то интересуюсь этой темой, но не знал о том, что все эти данные выкладываются в таком полном объеме. И очень клево, что вы их анализируете. Я хотел бы поговорить, ну, собственно, я как журналист, меня всегда интересуют, то есть я очень люблю данные, меня всегда интересуют какие-то ключевые вопросы. Во-первых, как бы люди, которые обрабатывают эти данные, и, собственно, качество этих данных, которые поступают от людей. Могут ли они там что-нибудь манипулировать? Там, не знаю, Департамент природопользования пойдет всем коллективом, соберет устройства, поставит их у себя в холодильнике или где-то еще, чтобы данные о воздухе были только хорошими. И, собственно, важный момент – это, собственно, медийная составляющая, как бы, как, собственно, эти результаты проекта, как с помощью результатов этих проектов повлиять реально на ситуацию, ну, то есть заставить чиновников что-то сделать с воздухом. Если там появляются какие-то массовые жалобы на сволочные газы, а не стоит ли разобраться с этой свалкой. Или пойти на территорию района Академический, где проживает глава Департамента природопользования Москвы, установить около его дома, или в его доме такое прекрасное устройство, и посмотреть, собственно, как у него ситуация отличается от Москвы. Либо, собственно, поговорить с Департаментом транспорта и сказать, что что-то у вас тут, это аварийный перекресток есть, может быть, там что-то стоит сделать. Вот, собственно, об этом всем хотелось поговорить в оставшиеся у нас полчаса. Давайте начнем сначала с волонтеров. Собственно, у вас, насколько я понимаю, у Greenpeace самый большой проект по привлечению количества волонтеров, но это волонтеры, которые пишут жалобу и, возможно, после этого забывают про проект. То есть людей, которые пришли за трубочками, они пришли за трубочками? Сколько их было? Людей, которые пришли за трубочками прошлым летом, было 300 человек. Это было 8 городов-миллионников в России. Этих людей мы нашли через нашу волонтерскую базу, так как волонтерство является основой, в том числе, одной из основ нашей организации, можно сказать, вершиной вовлечения людей в природоохранную деятельность. И у нас есть отдел отдельный, несколько людей, которые занимаются темой волонтерства, то у нас достаточно большая база, и в том числе и под наш проект с картой его проверяют данные волонтеры в своих городах и ищут людей, которые могли бы в этом помочь. То есть мы опираемся очень сильно на волонтеров. У них есть разные компетенции, есть волонтеры и профессиональные экологи, и айтишники. Но это всех этих людей объединяет то, что они делают все это бесплатно и болеют душой за экологию своего города. Пришли за трубочками 300 человек. Сколько из них вернулось с результатами, и сколько из них правильно сняли результаты, если это можно как-то оценить? Конечно, у нас был очень большой вопрос с тем, как… Мы же не будем следить за каждым. Трубочек было изначально 500. Порядка 100 трубочек не вернулось вообще. Они были украдены, они исчезли. Ну, Россия. В общем, те трубочки, которые вернулись, к ним тоже были вопросы, потому что нас обвиняли, естественно, госорганы в тех городах, что трубочки были намеренно повешены прямо в выхлопную трубу автомобиля или еще что-то. Но когда мы опубликовали результаты, все это очень сильно, вот этот накал страстей снизился, потому что мы не выявили каких-то там 100-кратных превышений предельно допустимой концентрации. Мы увидели вот эту закономерность, что чем ближе к дорогам висела трубочка, чем выше концентрация, что в каждом городе были превышения, в жилых зонах вдали от дорог превышений не было, но были все равно повышенные концентрации. И, в общем, накал страстей снизился, поняли, что нашей целью не было, в общем, дискредитировать власть и ее деятельность в этой области. И, собственно, мы увидели, что даже погрешность в том, как люди вешали трубочки на разной высоте, они могли повесить там, где продуваемое или непродуваемое место, она все нивелировалась, потому что все-таки была видна вот эта общая закономерность соотношения, как бы, расстояние до источника загрязнения, потому что трубочки, они мерили фоновое загрязнение в течение трех недель, поэтому вот это погодные условия тоже нивелировались. Ну и, в общем, то, что мы увидели, мы показали людям, и в том числе важным моментом было то, что вот эти 300 людей стали такими агентами влияния, они стали рассказывать эту историю. Каждая трубочка – это была отдельная история не одного человека, а целого двора, и эта история очень сильно разошлась в региональных СМИ, потому что, понятно, не каждый день приезжает международная организация и устраивает мониторинг воздуха, и, конечно, там было очень много историй, и люди рассказывали, что все-таки у них с воздухом, и это действительно повысило этот raise awareness, осведомленность об этой проблеме очень сильно повысилась, и это очень помогло нам в нашей работе. По итогам этой истории с трубочками связались уже с вами после нее какие-нибудь чиновники на местах, которые, может быть, ну, не то что отключали во время повышения ПДК станции, но, по крайней мере, до этого как-то замалчивали и замылили эту тему, а после вашего исследования, может быть, наоборот, проявили себя уже более осознанно. Было что-нибудь такое? У нас было даже, можно сказать, позитивное взаимодействие с московской системой. Мы передали несколько трубочек мосокомониторингу, чтобы они тоже успокоились, что мы не фальсифицируем данные. Они развешивали трубочки также в городе и анализировали их в своей лаборатории. Мы в своей лаборатории, а не в своей. У нас совпали данные. Собственно, мосокомониторинг даже приходил на наши конференции, рассказывал, какой этот проект, какой позитивный проект, как мы будем в дальнейшем взаимодействовать. Но мы идем дальше. И региональные власти сказали, что действительно трубочки показали проблему. Проблемы есть. Проблемы связаны с транспортом очень сильно. У нас была очень большая переписка с татарским правительством, потому что они очень боялись, что мы там что-то выявим. Но когда мы опять-таки показали, что опять проблема связана с тем же транспортом и связана с нахождением трубочек вблизи магистрали, они также просто признали, что вот эта проблема, которую мы собираемся решать, и мы много вкладываемся в развитие общественного транспорта и так далее. И мы потом получили достаточно позитивный отклик именно по этой теме. Позитивное продвижение было? То есть какие-то регионы что-то начали делать от этих проектов? После этих проектов? Или они все возбудились на моменте, когда вы собирали информацию, что вы можете собрать что-то не то, и будет скандал? А когда их данные у вас совпали, они расслабились и сказали, ну и ладно. Ну, они, конечно, напряглись в момент сбора и публикации этой информации. Но так как мы ведем проект, и нам нужно как бы не распыляться, а каждый город и каждый регион — это отдельная история. Все несчастные по-разному там, у всех свои проблемы. И мы начали в связи с этим отчасти взаимодействие с Роспотребнадзором, потому что это федеральная структура, которая распределена по всем регионам и там даже по более низкому уделению муниципальным уровням. Вот, и мы начали уже конкретно с ними взаимодействие на тему информирования людей о качестве воздуха, принятие мер в связи с тем, что могут быть превышены какие-то нормы. И, собственно, вот в последнее время мы ведем с ними взаимодействие. И последнее, то, что мы от них получили, они сказали, что мы будем делать интерактивные карты, на них мы будем публиковать информацию о взаимодействии воздуха. И мы также сейчас на рассмотрении находятся проект изменений в их постановлении о социально-киническом мониторинге, который они меняют в соответствии с нашими требованиями, чтобы эта информация была более доступной и отражала в том числе эффективность мер, которые принимают власти. То есть у нас был позитивный ответ от федерального, в данном случае, ведомства. И мы надеемся, что проблема много, конечно, зависит от реагиального власти, особенно в области транспорта. Мы тоже получаем от них фидбэк, что решает хорошо. То есть вам с помощью этого удается создать какой-то такой информационный шум. Но вот конкретно в электростале с этой свалкой, на которую массово решил пожаловаться весь город, независимо от того, в какой близости он проживает от свалки, со свалкой вопрос не решается никак. Да, тут есть проблема, что, например, если говорить про Москву, то тема общественного мониторинга очень важна в первую очередь как вовлечение людей в эту проблему. Но, например, данных мосокомониторинга, которые, да, может быть, иногда не работают, уже достаточно, чтобы принимать серьезные меры. Потому что данные мосокомониторинга показывают иногда трехкратные превышения концентрации. А во многих мониторинга… Да, просто. Я говорил, что в Москве, например, я говорил, что 118 постов мониторинга, потому что у нас в области московской… А, Мособласть мониторинга – это как новый проект. Но я сейчас говорю конкретно про Москву, потому что, например, тут есть и Мосокомониторинг, и станции Росгидромета, и посты Роспотребнадзора, и они все работают по-разному, и они друг другу не соответствуют, они друг с другом ведут войну, потому что все считают, что все делает все неправильно, Росгидромет, как блюститель частоты измерения, говорит, что мосокомониторинг улажает, а при этом сам Росгидромет делает ручные измерения. То есть у них не автоматическая система, а вот ручной сбор информации о качестве воздуха. Ну а Роспотребнадзор вообще раз в неделю проводит измерения, и на этом основании делает выводы, что с воздухом все хорошо. Естественно, так не очень работает. И это Москва, и в регионах в принципе в некоторых нет системы мониторинга, а в крупных городах в некоторых в принципе стоит одна станция, которая, естественно, показывает воздух в окружении 50 метров. То есть там нет никакой объективной информации о том, что происходит на самом деле с воздухом, как население подвержено этому, и какие источники. Но на самом деле даже сейчас уже достаточно информации об источниках сгрязнения, чтобы начать принимать меры. И об этом тоже есть некие такие позитивные движения. У нас есть нацпроект «Экология» в России, федеральный проект «Чистый воздух». Он связан с промышленными городами, но возможно, что это будет некий такой толчок для принятия мер и в других городах. Но тут надо очень внимательно следить, и общественное участие в этом играет ключевую роль. Про волонтеров хочу понять, как бы переходит ли количество в качество. И было очень много жалоб. Трубочек взяли 500, вернули 300. А может быть, кто-то после трубочек пошел в Бюро Москву и собрал свое какое-то устройство, поставил на балконе. Или люди об этом как бы, они написали жалобу, у нас мучает свалка, забыли об этом, завтра их начнет мучить что-нибудь еще. Нет, они участвуют, продолжают участвовать в дальнейшем. Есть не только направления, связанные с мониторингом воздуха, есть какие-то активные действия в плане того, чтобы потребовать от Роспотребнадзора публикации достоверной информации у себя на сайтах для того, чтобы принять меры. То есть у нас есть инструкции, как действовать в тех или иных ситуациях, и в случае со свалочными газами, и в случае с промышленными выбросами. Потому что много ведомств, и тут не служба одного окна. Когда вы пожаловались, кто-то приехал, сами разобрались, и все стало хорошо. На нашем сайте, например, есть история про сероводород в Москве, что были зафиксированы превышения мостском мониторингом, но никто не принял меры, потому что все думали, что другое ведомство должно принимать меры. И потом, в конце концов, выяснилось, что вообще никаких проверок не проводилось. Все сказали, что мы посмотрели, и никто не проводил проверки. Но мы как бы информируем людей о том, что принимаете эти меры, и, конечно, количество переходит в качество, и все больше людей участвует в просветительских каких-то мероприятиях, в своих городах, и сами проводят мероприятия, и больше людей подписывают петиции, больше людей становятся нашими финансовыми сторонниками. То есть действительно есть такие показатели. А какие-то итоги проекта вы подводили? То есть, как бы, не знаю, писали там, больше всего жалуются на качество воздуха, люди там в электросталии, железнодорожном, где по совпадению у нас оказались мусорные полигоны, или что-то подобное. Или, собственно, как бы сделали проект с такими делами, показали карту, и, собственно, как бы стимулировали людей, поближившиеся в эти мусорные полигоны. Ну, это немножечко разные проекты. С такими делами наш проект завершился. Мы выпустили доклад про причины загрязнения воздуха в крупных городах. Показали, как… Основанные на жалобах. Нет, это основано на трубочках. А на жалобах у нас сейчас этот проект продолжается. Мы собираем жалобы в течение этого года и, в конце концов, подведем итоги, по каким причинам больше всего было жалоб, в каких регионах. Ну, вот я уже такие предварительные итоги показал, что все-таки свалки являются такой ключевой проблемой для людей в стране, в крупных городах, транспорт. В том числе я вижу, что Greenpeace в этом принял особое участие, чтобы прохайлайтить эту тему, потому что если к ней не будет такого внимания, то и решаться она будет очень долго. Вот, собственно, вот примерно к концу года мы будем подводить итоги, как работала эта карта, какие действия принял тот же Роспотребнадзор по жалобам людей. Вот сейчас мы начинаем получать первые ответы от ведомства, и они достаточно любопытные. Вариантов что-то сделать, они же не могут закрыть свалку или что-то. У них есть полномочия по административному аресту. Ну, по поводу это как юридическое лицо, они могут, собственно, проводить проверки внеплановые, они могут штрафовать, закрывать. Ну, в общем, у них есть полномочия контрольных ведомств. И так есть Росприроднадзор, который также этим занимается, и прокуратура. То есть это надзорные ведомства, у которых есть некие полномочия в этой сфере и которые должны что-то делать. Ну, посмотрим, во что все это выглядит. Потому что жалобы не с нашего проекта, естественно, начались, они были всю жизнь и всегда. Мы просто, собственно, демонстрируем вот эту проблему, делаем ее, визуализируем, делаем ее более какой-то такой понятной и географию показываем, собственно. Не помню. Василий. Давайте узнаем про 30 волонтеров, как их удалось найти. Мы видели карту. Судя по карте, мы видим, что они концентрируются в районах академических, Якиманка и так далее. Вы как-то пытаетесь расширить эту сеть волонтеров? Как она расширяется? Ну, здесь две проблемы. Во-первых, как показали выборы муниципальных депутатов в 2017 году, есть более активные районы, которые выдвинули своих каких-то активных людей, поддержали их и избрали их в итоге. Есть районы, в которых, даже при том, что на востоке Москвы все плохо, но как-то организоваться и выбрать кого-то у них не получилось. Там единичные какие-то люди прошли. И, соответственно, в этом сообществе мы сейчас видим много перспектив и возможностей, потому что мы все районы, где избрались независимые депутаты, мы все общаемся. У нас встречи, семинары, круглые столы на базе всевозможных политических и общественных организаций. И любое событие, любое решение проблемы, которое где-то у кого-то в каком-то районе удалось, оно тут же известно всем другим районам. Соответственно, стартовать нашему проекту помогло именно то, что первые девять станций, которые нам привезли челябинцы, мы распространили быстренько среди депутатов. На станции влиять как-то можно? Или какое-то внешнее воздействие? То есть если вы начнете приносить головную боль Департаменту природопользования, Роспотребнадзору, им намного дешевле раздать своим сотрудникам? Они скептически смотрят на то, что мы можем как-то принести им боль, так как мы измеряем все-таки частицы и измеряем их неповеренными, не сертифицированными, не аттестованными устройствами. То есть в любом случае они могут сказать, что ваши данные нерепрезентативны. Идите, ребята, нафиг. А вы пытаетесь причинить им боль? Вот, собственно, вы рассказывали ситуации. Мы не пытаемся причинить им боль. Вы рассказывали о ситуации, когда отключалась государственная станция и было превышение ПДК. Вы как-то об этом, собственно, привлекали к этому вниманию? Это было до того, как стартовал наш проект. Тогда все активные ребята об этом трубили у себя в социальных сетях. А я думаю, что сейчас есть дублирующая некоторая система. Пусть она дублирует только с одной стороны, только по частицам, но уже им нет смысла отключать что-то. То есть уже один раз уколовшись, если они опять захотят, я думаю, что они будут думать над другими способами. По крайней мере, такой же уже не пройдет. Здесь много говорится о Москве и регионах. В Москве все-таки проводится с точки зрения транспорта не самая плохая политика. И действительно развивается общественный транспорт. При всех моих отрицательных отношениях к Собянину и всем остальным, все равно есть какие-то позитивные моменты. И люди оказываются к этому не готовы. То есть когда им говорят, что мы сокращаем количество полос на улице, ограничиваем скорость, они к этому не готовы. Они выходят на митинг, дайте бесплатных парковок, хотим каждый день ехать в центр, стоять три часа в пробке, зато в своем автомобиле. Не понимая, что в этом своем автомобиле они дышат за эти три часа тем, чем дышать нельзя. История с аппаратом помогает как-то людям осознать, чем они дышат. История с аппаратом помогает осознать проблему, и тем самым мы их приводим к тому, что, по крайней мере, в Москве источник проблем это они сами. Довольно неприятное. Неприятное, но как иначе его донести? Если Собянин скажет, я думаю, что все выйдут на митинг. А когда люди это осознают сами, я проводил простые эксперименты, ты сидел в автомобиле около дома, и у меня рядом работало устройство. Я не чувствую там запаха, а концентрация частиц начинает расти. Вот ветер подул в какую-то сторону. Вот есть правило, что нельзя во дворе стоять с включенным двигателем. Кто его там соблюдает? А если вы понимаете, что даже не чувствуя там запаха, у вас там скапливаются частицы, которыми вы там дышите, и которые не полезны вообще. Когда уже дашь? Ну блин, я не знаю, какой именно скин. Напиши мне, какой скин. А где в этом сам узнать? Собственно, сейчас я об этом узнал раньше. Ладно, ребят, полетели, а даем ей вебинать киперпанк. А собственно, как привлечь к этому внимание? Больше того, по-моему... Вы сидели в машине с аппаратом, узнали про ветер и так далее. А как, собственно, к этому привлечь какое-то внимание СМИ, общественности? Вы где-то об этом рассказываете? Мы об этом рассказываем в своем канале, в своей группе на Фейсбуке. И по мере силы возможности. То есть нам пока... Чего нам не хватает нашему проекту? Ни денег, ни людей. А нам не хватает именно информационного освещения. То есть тех людей, которые бы сидели и об этом писали на разные ресурсы. Но когда тема становится более-менее массовой, приходят журналисты, они приходят сами. Просто чтобы привлечь внимание журналистов, мне кажется, там можно подвести какие-то итоги проекта. Можно, но мы пока 4 месяца мы пока делаем в том виде, в котором мы делаем. Конечно, это все будет. Какие-то сравнения официальных данных, неофициальных, чтобы как бы... Мы опубликовались в трех муниципальных газетах районных. Опять-таки, где у нас свои там депутаты, там... Не в тех газетах, которые попадают в почтовый ящик от Сергея Семеновича. Не в тех, которые пропадают против Сергея Семеновича. К нам пришла журналист из МК тоже там на какой-то шестой полосе внизу из восьми была крошечная статейчика. Эта статейчика как-то влияет? То есть, как бы, приходит... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну в смысле у нас, то есть по сути ГИБДД никую лицензию не навешивал Мы просто их парсим, а мы открыто То есть мы в смысле там Creative Commons, типа пользуйтесь Коммерчески, некоммерчески, как хотите Нет, как раз мы выкладываем в виде Просто карт То есть мы выкладываем Там не Excel, там просто иерархичные Данные сложные, их в таблицу нельзя засунуть Потому что там есть ДТП В каждом ДТП 5 машин В каждой машине 2 человека У каждого человека свое нарушение Это такая иерархия Да, ее списком в смысле Ну в смысле ее в Excel тяжело загнать И мы JSON выкладываем То есть там 700 тысяч ДТП Каждый месяц выгрузки вытаскиваем Да, ну в смысле мы сейчас Занимаемся переработкой интерфейса И там потом тоже API мы вложили У нас сейчас будет технический перерыв Мы можем, собственно, в перерыве это обсудить И вечером у нас будет даже отдельное время Где мы можем Спасибо вам большое И собрать устройство, если кто-то хочет И собрать устройство У нас есть запасные запчасти Много ли их? Комплектов 5 Комплектов 5, то есть можно Да Спасибо вам большое Спасибо большое Коллеги, небольшое объявление Спасибо Иван, докладчики Как Иван сказал, некоторые из докладчиков Остаются с нами еще в течение какого-то времени Обязательно подходите, знакомьтесь, обменивайтесь контактами Василий проанонсировал небольшую мастерскую Тоже старайтесь быть рядом с Василием Мы пока не знаем, где именно она пройдет И во сколько Но постараемся Но не больше 5 человек Я думаю, что возможно больше людей Просто некоторые тогда будут наблюдать А кто-то будет активно участвовать Остальные могут следить за нашим сайтом, каналом И записаться на следующие мероприятия У нас сейчас перерыв Часовой перерыв до 14 часов Я предупреждаю зрителей из других городов Которые смотрят нас онлайн Будет перерыв, заставка Вас я приглашаю прогуляться У нас нет обеда как такового Есть перерыв Вы можете пообедать или в кафе Коста Кейтеринг в благосфере находится Или в здании еще есть несколько кафе Но на самом деле я все-таки рекомендую Общаться со спикерами Раз они рядом Есть возможность Спасибо большое, коллеги Перерыв Спасибо